очень интересное заявление на саммите брикс сделал си дзинпин из этого заявления можно сделать очень интересные выводы значит он заявил что очень важно не дать расползтись как он пишет конфликту на другие страны и в принципе с ним солидарная индия и бразилия и так далее так далее очень во многом солидарные некоторые другие товарищи то есть перевожу на общепонятный они хотят чтобы медленное удушение украины и разрушение было исключительно на территории украины и чтобы нас убивали медленно и чтобы мы при этом не рыпались дать путину добить украину доколотить ее но при этом чтобы не дай бог их интересы не пострадали и война не дай бог не выплеснулась за территорию украины ну это так можно интерпретировать то что сказал си и надо сказать что с ним согласен не только индийские лидеры и там бразилии с этого с бразилии что нам в общем-то пофиг по большому счету с этим согласны все страны на то с этим согласны сша и так далее да то есть не дай бог не дать войне выпрыгнуть за территорию украина именно поэтому они не в таком восторге от нашей операции в курской народной республике именно поэтому уж они страшно боятся вот как бы она туда дальше куда то не пошло а значит если они все этого боятся то какие выводы нам нужно из этого сделать а скажите мне правильно сделать то чего не боятся значит разве считаете что нас можно поджаривать на медленном огне значит извините этот огонь нужно перенести вам что тогда вы подумайте что его стоит все-таки потушить а не поджаривать это кстати русские вас касается это тоже абсолютно касается и нас и вас вот поэтому с нашей вот колокольни нам бы в таком случае бы неплохо было бы я выражаю данной ситуации свое собственное мнение потому что я не являюсь ни чиновником никого отношениями в правительство я говорю чтобы я бы делал бы будь я бы там в руководстве бы бы да вы все поняли вот наверное все-таки делать вещи которые которые от нас не ожидают что мы сделаем думая что мы такое знаете вот идем на поводу у всех дурацких их желаний и так далее что мы согласны чтобы нас вот медленно и удушили да так вот чтобы я делал первое это ядерное оружие тихонько делал бы уже одна я раздел к этому по времени не обязательно атомную бомбу а зачем есть варианты более дешевая но не менее эффективная правильно все же понимают о чем будет речь вот и это делается вот так я думаю на это нужно неделя вряд ли больше не надо больше средства доставки хоть попой кушай дрон обычный дрон их у нас тоже вот то есть надо себя обезопасить с этой стороны то есть у нас его нет но попробуйте нас тронуть это будет больно это первый момент второй момент судя по всему товарищи действительно с двух сторон решили что неплохо бы дать путину закончить то что он делает значит и значит нас тут вот чтобы она никуда не поползло не дай боже ага еще и даже подключили северную корею как говорится не все конечно очень сильно я в курсе все конечно озабочены ужасно как озабочены просто я бы сказал от озабоченности выпрыгивают из тех самых штанов куда мы можем что-то подлить вот это это ужасно озабоченные люди я конечно понимаю вот но нельзя просто по пустому поводу озабочиваться где-то нужно значит чтобы озабоченность имела имела под собой основание вот поэтому наверное все таки стоит действительно начать теребить в других местах товарищей некоторых торбить их потому что они видеть их не хотят чтобы вот война выползла за границы украины тут тут пускай бомбят побольше а там а у них все будет хорошо они будут кушать сосиску не друзья мои такое не получится так не бывает вот мы же видим это да прекрасно российский дрон залетает в польшу или в румынию все вы все очень озабочено на него смог поднимают авиацию поднимают что там геликоптер поднимают глаза от тарелки там где же сосиска и рядом пиво стоит блин он же смотрит на пиво тут сосиска тут пиво блин дрон летит твою мать что делать хлоп поднял глаза да не сосиска пиво сосиска пиво дрон пока он вот отрушает триединную задачу куда же ему смотреть дрон уже куда-то улетел на вот так они воюют да вот поэтому есть различные направления где можно было бы как говорится сделать шурум-буруму я даже не про судан где наши работает правильно работают и не про курскую народную республику где нашу уже тоже работы и не про мали где наши работают и правильно делают что там работают вот есть еще на про то же самое кндр видим может тоже можно веселую жизнь организовать через ту же россию у нас есть эти возможно дроны взлетели полетели баба чертова знает как она вышла мы не в курсе как это вышло бахло мы далеко мы там за десятишки в этом понятия не имею как произошло вот тут же иран вот израиль как-то регулярно ирану дает понять что иран не прав но я так понимаю что у нас сейчас тоже уже есть такие возможности если мы даем сюда не кому-то там понять что он не прав судан дальше чем иран иран ближе чем сюда значит можно а там есть такие замечательные ребята и беллуджи вот их почему-то никто не поддерживает это неправильно с моей точки зрения беллуджи можно бы и поддержать опять-таки суниты шииты конфликт замечательно просто любо-дорого смотреть вот пускай он там в иране вот собственно говоря тоже немножечко почувствует да вот ну и совсем уж близко тут приднестровье я не говорю что туда нужно вот с танками заходить и так далее но ребята можешь создать массу других ситуаций в которых вот эти вот сосиско жующие любители пиваса и наблюдение значит за дроном летящим куда же не смотреть вот будут очень сильно озабочены вот то есть ребята надо вылезать из детских штанишек по всей видимости вот и поскольку вот эти вот все дяди хотят чтобы война была только на нашей территории надо сделать по всей видимости каким-то образом так чтобы вот это их боязнь того что это будет не только здесь имела под собой какие-то все-таки основания